Приветствую вас, друзья мои! Сегодня я приглашаю вас в Неаполь. Сначала пройдем по залам Национального археологического музея Неаполя, а затем в качестве бонуса, те, кто досмотрит видео до конца, еще и прогуляемся по улочкам Неаполя. Коллекция Форнези, пожалуй, самая известная из римских коллекций древности, которая была найдена при археологических раскопках в эпоху Возрождения. Могущественная римская семья Форнези украшала свои дома шедеврами античного искусства. Начались эти раскопки еще при кардинале Алессандро Форнези, который в 1534 году взошел на папский престол и вошел в историю как папа Павел III. А затем раскопками занимались его племянники Алессандро и Эдуардо Форнези. Коллекция передавалась из поколения в поколение. В XVIII веке ее унаследовал Карл III Бурбонский, король Неаполя. Так коллекция была перевезена из Рима в Неаполь. Давайте пройдемся по залам музея и насладимся этой коллекцией. Путешествуя по миру, мы часто встречаем бюсты и статуи, изображающие мальчика божественной красоты. Его имя Антиной. Это был возлюблен императора Адриана. При встрече между ними быстро вспыхнула любовь, но при загадочных обстоятельствах Антиной погибает. Адриан очень тосковал по нему и после смерти обожествил его. За это время было создано тысячи и тысячи статуи бюстов, которые украшали здания и улицы Римской империи. И уже, казалось бы, прошло две тысячи лет, а мы все любуемся его красотой. Вот это любовь! Его лицо узнают до сих пор. Великолепный геркулес из коллекции Форнези. Эта статуя была найдена в термах императора Каракаллы в Риме в 1546 году. Она была найдена без левой руки и ноги по колено. Гульельмо де ла Порто, ученик Микеланджело, реставрируя скульптуру, создал недостающие части. А когда были найдены античные фрагменты, решили оставить новые фрагменты на скульптуре, потому что они считались более качественными. И только в конце XVIII века было принято решение восстановить полностью древнюю скульптуру с ее оригинальными частями. Эта история напоминает историю со скульптурой Лаукоона, которая находится в музеях Ватикана. Там было то же самое. Бык Форнези – очень красивая скульптурная группа из цельного куска мрамора. Ее высота – 3 метра 70 сантиметров. Она была найдена тоже в термах императора Каракаллы в Риме, но только на год раньше, чем Геркулес – в 1545 году. Папа Павел III заказал раскопки с целью найти античные статуи для украшения своих дворцов – дворцов Форнези. Это была грандиозная находка. Что-то подобное Лаукоону, который был найден в 1506 году, и с него, кстати, началась коллекция музеев Ватикана. Великолепный бык был помещен во дворец Форнези. Скульптурная группа была очень сильно повреждена, и прежде чем она попала во дворец Форнези, ее реставрировали под наблюдением Микеланджело. Поврежденные статуи в то время доделывали по своему усмотрению. Ей восхищался даже король Людовик XIV, который пытался купить ее. Бык Форнези был в Риме примерно до 1788 года. Всю коллекцию Форнези, как я уже говорила, унаследовал Карл III. Позже она была перевезена в Неаполь. Сначала эта скульптурная группа быка Форнези использовалась в качестве фонтана на королевской вилле. Потом было решено перенести ее в музей. Так борбонами, может быть, даже и неосознанно, была создана коллекция Форнези в археологическом музее Неаполя. Эта скульптурная группа рассказывает нам эпизод из мифологического сюжета «Гибель Дирки». У речного бога была дочь Антиопа. Ее полюбил Зевс и, конечно же, овладел ей, но в этот раз в облике сатира. Согласно легенде, Антиопу, славившуюся своей красотой, похитил Никтей и сделал ее своей женой. В тот период она уже была беременна, и, испугавшись этого, она сбежала от мужа. Муж Антиопы Никтей не смог найти собственную жену и попросил помочь в поисках брата. Никтей вскоре погибает. Брат нашел Антиопу. Насильно повел ее обратно, но по дороге у нее родились два сына-близнеца. Их положили в корзину и отнесли в горы. Антиопа была уверена, что Зевс не даст погибнуть своим сыновьям и позаботиться о них. Он послал к тому месту, где лежали близнецы пастуха. Пастух забрал близнецов в воспиталах. Из самого раннего детства близнецы отличались по характеру. Зед был сильным мальчиком, рано начал помогать пастуху пасти стадо, а Амфиона привлекала музыка. Когда они выросли, Зед стал воином и охотником, а Амфион играл на кефаре. Он так прекрасно играл на музыкальном инструменте, что от этой сладкой игры двигалось все вокруг. У их матери была очень тяжелая судьба. Брат ее мужа, Лик, привел Антиопу в качестве рабыни своей жене Дирке, которая очень жестоко обращалась с Антиопой. Ее заковывали в цепи, она сидела в темнице без света. Однажды Зевс ей помог. Он освободил ее от цепей, открыл двери. Антиопа бежала и укрылась в хижине того же пастуха, который воспитал ее сыновей. Весной проходило очень много праздников. Дирка гуляла по горам и пришла случайно к хижине пастуха. Там она увидела свою пленницу. Она решила оклеветать ее и наказать. На помощь она позвала близнецов. Они уже готовы были привязать ее к рогам дикого быка, но тут вовремя пришел пастух, который их вырастил и воспитал. Это же ваша мать! В ужасе они остановились и поняли, что Дирка оклеветала их мать и привязали ее к рогам дикого быка со словами «Погибни же ты сама той смертью, на которую хотела обречь нашу мать. Это будет тебе наказание за клевету». В галерее Бургези в Риме есть маленькая бронзовая копия быка Форнези. Она всего 47 сантиметров. Ее, правда, мало кто замечает, но она великолепна. Автором бронзового быка Форнези является тосканец Антонио Суссини. Возвращаемся в Национальный археологический музей Неаполя и продолжаем рассматривать коллекцию Форнези. Здесь все достойно особого внимания. Каждый бюст, каждая скульптура. Форнези Мы подошли к секретному кабинету. Долгое время находки секретного кабинета были закрыты, но с течением времени нравы менялись. И в 2000 году секретный кабинет открыли для всеобщего обозрения. Если раньше коллекция этих залов была под запретом и шокировала людей, теперь, мне кажется, современного человека сложно шокировать подобными предметами. В XVIII веке с такими необычными находками непонятно было, что делать. Может быть, еще и поэтому на долгое время их закрыли. В коллекцию этой секретной комнаты входят предметы, которые долгое время были спрятаны из поля зрения широкой публики. Эти предметы считались непристойными. Здесь можно увидеть фрески на эротические темы, а также и другие предметы, которые украшали сады и дома помпейской знати. Они очень часто отсылают нас к мифологическим персонажам, таким как Леда и Зевс, историю которых я рассказываю вам на римских прогулках. Очень много картин создано по этому мифу, и в музеях нет никаких запретов. А тут секретный кабинет. В секретном кабинете более 200 предметов. Это скульптуры, фрески, мозаика, изделия из бронзы, масляной лампы и другие предметы общего пользования. Они представляют собой, но я даже не знаю, как сказать, наверное, культуру в области эротики. Все эти предметы были найдены при раскопках Помпеи и Геркуланума. В XVIII веке начали собирать коллекцию из того, что было найдено при раскопках. И уже тогда была тайная комната, в которой находились непристойные предметы. И в эту комнату не все могли зайти. Развратным образом жизни славился город Помпеи. По легенде, Бог наказал жителей города за разврат. Город погиб под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79-м году. В XVIII веке эти находки вызвали шок. Но в античном городе эта тематика была распространена повсеместно. Неофициальным символом секретного кабинета является мраморная группа «Пан и Коза». Эта любопытная скульптура была найдена в Геркулануме. В Анвителле, архитектор, который создал Реджи Ади Козерта, высказался как-то о ней. Весьма непристойная, но прекрасная работа. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова При археологических раскопках в городе Помпеи было обнаружено более 30 публичных домов, некоторые из которых были очень даже скромные. Они находились в жилых домах или заведениях общественного питания. Но самый известный лупанарий, дом для свиданий, стоял отдельно стоящим зданием специально для этого вида деятельности. Это двухэтажное здание, и на каждом этаже было по пять комнат. Два входа лупанария вели в большую центральную комнату, от которой отходили маленькие комнаты. Фрески создавали не только атмосферу, но и были так называемым каталогом услуг. Клиент мог показать то, что он хотел получить от девушки. Например, в Риме районы, где были широко распространены публичные дома, располагались в Сумбури, районе, населенном плебеями, и рядом с большим цирком. Там работали ночные девушки-светлячки. Они были из Сирии. А началось все с того, что они приехали в Рим и хотели зарабатывать, играя на музыкальных инструментах. Но заработки были маленькие, чтобы выжить, и они стали заниматься древней профессией. Здесь мы видим лампы для благовоний, всевозможные талисманы, колокольчики для ловли духов. Их вешали на двери домов и магазинов. Они выполняли функцию защиты от сглаза и неудач. Бранство для, например, блюда, где подаваются крупки. Вот здесь вот, например, посмотрите, такой маленький блюда. Обратите внимание, который состоит из тех, очень прием. Здравствуйте, ну пора подойдите. Изображение бога Приапа с преувеличенным детородным органом объясняется его функцией как божества. Он отвечал за плодородие растений и животных, а также отвечал за функцию против сглаза. И по этой причине изображения Приапа часто помещались у входа в помпейские дома. Приапа часто помещались у входа в помпейские дома. Некоторые даже делали фото на память в секретном кабинете. А вдруг его вновь закроют? Не могу. В зале мозаики, который находится рядом с секретным кабинетом, находится уникальная мозаика, которая была найдена при раскопках в частных резиденциях Помпеи и Геркулануме. Время изготовления мозаики приблизительно где-то от II века до н.э. до I века н.э. В основном этой мозаикой украшали пол, часто даже со сложными и крупными сценами. Танцующий фавн Бронзовая статуэтка дала название дому, в котором она была найдена. Это роскошный дом в Помпеи. Идем дальше. Вы еще не устали? Мне очень понравилась эта часть музея. В этих залах находятся фрески римской эпохи. Они были найдены в районе Везувия и созданы в I веке до н.э. и в I веке н.э. Эти великолепные фрески украшали частные резиденции. Во времена первых раскопок в период Бурбонов фрески были буквально вырезаны из стен и оформлены как картины. Я мало что могу рассказать вам об этих залах, это надо все изучать и читать. Но меня они очень поразили. Поразили своими сюжетами, размером, как они вообще сохранились. Я уверена, что однажды я сюда еще вернусь, чтобы до конца рассмотреть и изучить эти залы. Мон Бурбонова. Я думаю, что они ужеững люди. Я думаю, что они очень хорошие друзья. Я думаю, что они очень хорошие проблемы с подозрówщиками. Я думаю, что они могут быть такой же знаете. Я думаю, что они помешали в яичьем. Я думаю, что они это уже не заметны. Этому преданной batterю. Я думаю, что это все здесь больше неужели. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы видим, что из угла в угол зал пересекает меридиан со знаками зодиака. Солнечный луч попадает в зал через специальное отверстие и проходит через все знаки зодиака. Продолжение следует... Продолжение следует... Ох, Неаполь! Какой же это удивительный и колоритный город! Всего час езды от Рима на скором поезде, а мне кажется, что я попала в другую страну. Продолжение следует... На улицах Неаполя можно встретить статую персонажа итальянской комедии Пульченеллу, который не любил работать, любил отдыхать, хорошо поесть, но очень популярен. Есть такая традиция, что на счастье надо потереть его выдающийся нос. Дорогие друзья, в Неаполь я вернулась уже после отпуска и всего на один день. Если заранее запланировать поездку и купить билет на скоростной поезд, то можно из Рима всего за 10 евро и за один час добраться до Неаполя. Но почему бы не съездить еще раз? На этом, дорогие друзья, я буду прощаться с вами. Жду от вас комментарии, лайки, суперспасибо, ведь любой труд должен вознаграждаться. До новых встреч и новых путешествий! И еще передаю привет всем, кто был у меня на экскурсиях в Риме и продолжает смотреть мои видео. Желаю всем мира, добра и благополучия! Субтитры сделал DimaTorzok